Армрестлинг издавна считался на Руси популярной народной забавой. Традиции продолжились и во времена Советского Союза, но и с обретением Белоруссии суверенитета. Борьба на руках, как у нас принято было называть армрестлинг, ничуть не потеряла свою привлекательность среди любителей физической культуры и спорта. Сегодня у нас действительно очередной праздник спорта на нашем предприятии, причем вида одного из самых зрелищных нашей спортеяды. Мы очень рады, что уровень соревнований с каждым годом повышается и все больше болельщиков появляется в зале. Это значит, что спорт у нас интересуется заводчане и все больше и больше людей вовлечены в это движение. Действительно ли так высок соревновательный уровень чемпионата Мозорского нефтепорабатывающего завода по армрестлингу? Естественно, уровень соревнований у нас высокий. У нас есть и мастера спорта, и кандидаты мастера спорта по армрестлингу. Мы проводим первенство с завода уже не первый год, и он набирает популярность. Это действительно так. 15 команд на сегодняшний момент у нас участвует, 7 весовых категорий. Это более 70 человек сегодня примут участие в первенстве. Ну и как идет подготовка к чемпионату Мозорского района? Отбираем лучших, отсматриваем, чтобы выиграть город. Приятно, что соревнования пользуются большим вниманием, в том числе и руководителей цехов. Вот, например, Петр Васильевич Хильков, возглавляющий цех номер 22 трамвайное управление. Между прочим, команда этого цеха является действующим чемпионом круглогодичной спартакиады Мозорского НПЗ. Победа, конечно, далась нелегко в прошлом году, потому что мы все время где-то крутились. Второе, третье место занимали несколько лет подряд. Ну и ребята просто собрались и победили. Победили. Ну, молодцы. А как я расцениваю шансы сейчас, вот в теперешних, сегодняшних соревнованиях? Ну, шансы у нас хорошие. И все зависит от ребят. Я думаю, в тройке мы будем по-любому. Забегая вперед, отметим, что команде цеха номер 22 все же не удалось войти в призовую тройку. В командном зачете у этой сборной четвертое место. Ну, не беда. В следующий раз армрейсеры этого цеха подготовятся получше. И, возможно, даже победят. Как это сделал в очередной раз представитель пятого цеха Александр Беляй, исполняющий на этом состязании еще и роль главного судей. В очередной раз мы проводим первое соцзавод по армрейсингу. У нас новое введение, две новые категории появились. Раньше было 70, 80, 90, 100, свыше 100. Сегодня мы добавили на эти соревнования категории 75 и 85. Но оставили количество участников для цеховых подразделений 5 человек. Уровень соревнований растет с каждым годом. И если раньше заводчане, выступавшие, предположим, в гиревом спорте, могли рассчитывать на успех в евромрейсинге, то теперь все больше выражена специализация участников. То есть гиревики поднимают гири. А за столом в борьбе на руках побеждают те спортсмены, которые дают этому виду спорта все свое время и силы. Уровень соревнований очень сильно подрос за последнее время. Он растет с каждым годом. И спортсменов-универсалов немножко отодвигают спортсмены, которые больше отдают какому-то виду спорта предпочтение, так сказать, армрестлингу. И уже спортсменам-универсалам немного становится сложнее. Но уровень однозначно вырос на наших соревнованиях. И приемле люди нашего предприятия часто ездят на соревнования республиканского уровня. Как мы уже сказали выше, Александр победил. Вначале в своей весовой категории до 90 килограммов, затем и в абсолютном зачете, заняв второе место в борьбе на правую руку. Первым тут был Никита Лупашко, показательную схватку с которым проводит Александр Беляй. Она на ваших экранах. На левую руку Саша был уже лучшим, и в сумме он занял первое место. Второе у Никиты Лупашко нефтехимическое производство. Третье место занял Дмитрий Малиновский, представляющий, как и Александр Беляй, цех номер 5. Команда этого цеха, кстати, заняла второе общекомандное место, опередив бронзовых призеров цех номер 16 и уступив чемпионом команде нефтехимического производства. У чемпиона в весе до 85 килограммов победу держал Никита Лупашко. В категории до 80 килограммов еще одно первенство у Алексея Шулика, а Константин Чирич, Владимир Богданович, Егор Цалко заняли третье место. Отметим, что лидером команды был физер цеха Никита Лупашко. У серебряных призеров физер Сергей Гарвар, а в цехе номер 16 бронзовая медаль. За физкультурно-массовую работу отвечает Наталья Трахимец. Лидер же этой команды чемпион весовой категории свыше 100 килограммов Евгений Григорович, с которым мы записали интервью перед его первой схваткой. Выступаю я в весовой категории свыше 100 килограмм. Сумочувствие, конечно, подкачало. В пятницу приболел. Вчера 39. Сегодня немножко восстановился. Думаю, категория у меня получится все. Как у спортсмена опытного, мы спросили у Евгения, правда ли, что на чемпионате завода можно встретить несколько армрестлеров высокого республиканского класса. Я даже бы сказал, не несколько сильных армрестлеров, а достаточно сильная профессиональная команда. Потому что люди подходят к этому очень ответственно, готовятся заранее, ходят на тренировки и задают такие очень правильные вопросы, как подводиться к соревнованиям, за какой период прекращать бороться, как восстанавливать связки до соревнований. И это очень даже приятно. Наряду с Евгением, один из самых опытных участников этого турнира – Андрей Стальмаков, занявший второе место весовой категории до 85 килограммов. Я от армрестлинга не устал. Получается, что этот вид спорта у меня как получается. Мне этот вид спорта действительно нравится. Мне очень нравится тренироваться, выступать. Поэтому я буду стараться максимально долго находиться в нем. Просто поразил своим результатом Максим Мартинович, победитель в самом легком весе – до 70 килограммов. Дело в том, что раньше мы знали Максима исключительно как волейболиста. Вот как. Оказывается, Мартинович – настоящая звезда армрестлинга. В следующей весовой категории до 75 килограммов победитель Андрей Ворошкевич – топливно-каталитическое производство. До 100 килограммов эту категорию выиграл представитель пятого цеха Дмитрий Малиновский. А в общем, выделяя, конечно же, победителей и призеров, отметим всех участников этого захватывающего и очень высококлассного турнира – чемпионата Мозорского нефтеперабатывающего завода по армрестлингу.